Страны, в которых гражданам платят за проживание. Многие люди хотят сменить свое местожительство, и россияне не исключение. Однако это трудно. Встает вопрос знания языка, менталитета и традиций, подбора жилья и, конечно, расходы. Вероятно, мы сможем помочь некоторым из вас. Собрали подборку стран и регионов, в которых власти платят проживающим. Да, это не шутка. Переезжайте и получайте деньги. Италия, область Мализе. Итальянский национальный институт статистики подсчитал, что в регионе Мализе рекордное количество сокращений числа жителей. За пять лет население уменьшилось на 9 тысяч человек. В 2018 году убыль составила 2800 человек. В девяти городах региона за весь этот период не родилось ни одного младенца. Сегодня численность всей области достигает 305 тысяч людей. Все это подстегнуло власти к радикальным мерам. Администрация Мализе готова платить любому – итальянцу или иностранцу, переехавшему сюда по 700 евро в месяц на протяжении трех лет. Конечно, есть и свои условия. В выбранном населенном пункте должно быть не более 2000 жителей. Вы должны открыть свой бизнес. Но отрасль не ограничивается никакими рамками. Донат Атома, глава региона Мализе, стремится увеличить население, вдохнуть жизнь в опустевшие города и привлечь инвестиции. Это поможет заново запустить инфраструктуру, промышленность, торговлю и социальный сектор. Каждому городку меньше 2000 жителей будет выплачиваться субсидия в 10 тысяч евро каждый месяц. Кстати, в Италии проблема убыли населения – проблема, увы, довольно распространенная. Пока туристы с нетерпением ждут своих рейсов в дивную Италию, многие граждане страны, особенно молодые, уезжают в другие страны для поиска лучшей жизни. На юге Сицилии, в Мусамеле, опустевшие дома продавались буквально за бесценок, за доллар-два, если вы готовы были сделать в течение года хороший ремонт. На север-западе Италии, в городе Бармида, в 2017 году жило всего 394 человека, так что всем итальянцам предлагалось переехать сюда за субсидию 2000 евро, а иностранцам сдавалось жилье за 12-15 евро в неделю, что для Италии практически бесплатно. США. Переселение из мегаполисов в сельские регионы. За последние 100 лет картина населения в США существенно изменилась. В начале 20 века в сельской местности проживало почти 50% граждан, но с 2010 по 2017 год горожанами стали 81 и 87% соответственно. Молодежь, да и не только, стремилась в мегаполисы, и разрыв между городом и агломерациями, селами и деревнями стал критическим, потому программы перенаселения населения тут весьма распространены. Уехав из большого города, вы можете отменить кредит на ваше обучение, получить дом и землю бесплатно, ну или совсем-совсем дешево. Штат Нью-Йорк. Город Ниагара-Фоллс. Как видно из названия на севере Америки, недалеко от Ниагарского водопада. Приглашает университетских выпускников. Работайте у нас два года, а мы это время будем гасить ваши займы на обучение, гласит призыв. По 7 тысяч долларов. Штат Миннесота. Город Хармони. Всем приехавшим дает 5-12 тысяч долларов, компенсируя расходы на переезд, покупку или строительство дома, и неважно, сколько вам лет, кто вы по национальности и сколько зарабатываете. Штат Коннектикут. Город Нью-Хэвен. Переехав сюда, вы получите до 80 тысяч долларов на покупку или аренду жилья, плюс беспроцентный кредит на 5 лет. Да еще и каждый год будет списываться 20% от его размера. Такой кредит можно внести как аванс за покупку дома. Потратить на модный энергосберегающий ремонт, оплатить обучение в колледже, если ты отличник и учишься в старших классах. А госслужащие и военные пожарные педагоги могут на тех же условиях увеличить свой займ еще на 2,5 тысячи долларов. США. Программа переселения бездомных. Только в Нью-Йорке, по данным The Guardian 2017 года, наберется 500 тысяч бездомных людей. Администрация США активно борется с этим, но весьма лояльным способом. Они отправляют бездомных в родные города и страны, включая мигрантов. Правда, возвращаться им в случае такой депортации запрещено. Власти оплачивают билеты на автобусы, поезда, самолеты, уточнив в месте названия у друзей и родственников, готовы ли они принять скитальца. Многие бывшие бездомные, оказавшись на улице по стечению печальных обстоятельств, но не опустившись, рассказывают после, что для них эта программа стала возможностью вернуться к нормальной жизни. Друзья и родственники давали временный приют, помогали с документами и временной работой, а человек становился обычным полноправным членом общества без позорного ярлыка. В Японии поселение Мисима. Три небольших японских острова, 400 человек, пенсионеров по большей части, и критически мало молодежи. Вам меньше 55 лет? Приезжайте в Мисиму, и мы подарим вам корову. Провозглашают местные власти. И это не шутка. Новоприбывшим платят единоразово 900 долларов, в течение трех лет по 760 долларов одиноким, или 896 долларов семейным по 90 долларов за каждого ребенка. Обещанную корову можно разменять на 4,5 тысячи долларов, а приятным бонусом поучаствовать в программе знакомства и сватовства. Власти даже помогают одиночкам устроить свою личную жизнь, если вы младше 55 лет. Трудолюбивые и уважаете традиционные семейные ценности? Задумайтесь, может, пора учить японский и выбирать свою корову. Новая Зеландия, город Кайтангата. Компания по привлечению населения в Кайтангату началась в 2016 году с подачи мэра Брайана Кадегана. 800 человек ему показалось недостаточным, чтобы покрыть все инфраструктурные и рабочие нужды города. Здесь было много хорошего жилья и земли для строительства. Не хватало рук на молочных фермах и заводе мороженых полуфабрикатов. Почти сразу же на программу было подано около 9 тысяч заявок. Еще бы, ведь власти пообещали аж 160 тысяч долларов за переезд. Впрочем, оказалось, что всем алчным путешественникам на чемоданах просто так деньги давать никто не будет. Эту сумму можно было потратить на дом с земельным участком. Однако, в целом, идея оказалась достаточно удачной. Несмотря на то, что по программе нужно было отработать только два года, многие переехавшие остались здесь жить и трудиться, открыли собственный бизнес и, в конце концов, обрели счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова